Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ирина Воробьёва и сегодня со своим особым мнением в студии радиостанции «Хмосквы» политик, журналист Владимир Семагов. Владимир Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Следили ли вы за исторической встречей Кирилла, Патриарха Кирилла и папы? С дельфинами. Ну, не с дельфинами, даже не с пингвинами. Нет, конечно. Вот его турне по Латинской Америке, которое дальше было. Следили ли вы за ним? Потому что сегодня журналисты РБК подсчитали, сколько стоило это всё. И уже вот сейчас в РПЦ опровергают информацию, что это было из бюджета. Говорят, что исключительно вне бюджетные средства. Все эти вещи решаются за счёт спонсорских средств тем или иным образом. То есть, кто-то оплачивал, да? Ну, РПЦ говорит, что да. А важно ли это на самом деле? Вот для вас лично? Для меня лично важно, конечно. Потому что, если этому визиту придавалось такое серьёзное политическое звучание, то, наверное, надо будет понимать, что в политике не бывает безучастных людей. Кто-то всегда делает, как мероприятие проводит, которое нужно, необходимо именно вполне определённым людям, политическим партиям, течениям, личностям. Но это всегда очень важно. А если вы вступаете на какую-то политическую стезю, вы должны очень точно понимать, что ваши шаги должны быть выверены, безупречны с точки зрения финансов и с точки зрения морали и нравственности. Ездить за счёт атеистов или агностиков или, так сказать, людей в другого вероисповедания, наверное, это некрасиво. А если речь шла о том, что спонсоры были православные, вот какие-то, знаете, православные предприниматели, у нас Якунин был православный предприниматель, вот, он, значит, давал там много денег на то, чтобы привезти что-то или увезти что-то, тогда это один вопрос. Но тогда есть, наверное, какие-то счета, потому что даже спонсоры всё равно должны оплачивать не из кармана, и самолёт не должен лететь без каких-либо документов, должны быть подтверждения. Вот надо просто понять для себя, если церковь так хорошо себя чувствует и безупречно в этом плане, они предоставляют документы дотошным журналистам, нам с вами, мы их изучаем и говорим, боже мой, нормально всё, что мы, собственно, давайте говорить лучше о значении историческом этого визита, чем нежели о том, сколько денег потратили. Если же деньги потратили из государственного кармана, то, конечно, это другой вопрос совсем. То есть, если из государственного кармана, то значение историческое этой встречи несколько снижается? Я думаю, скорее так, возникает сразу же вопрос, что эта историческая встреча произошла не как следствие помыслов, чаяний, надежд двух исторических личностей, а как организованная политическая акция кем-то. Потому что кто платит, тот и музыку заказывает, и кого ужинает, тот и танцует. Мы же понимаем с вами, ну, не бывает так, что вот патриарх поехал, а государство в стороне от этого оказалось. И они говорят, мы ничего не знаем, ну, там два встретились с иерархией, все поговорили между собой. Тогда вопрос денег, он не актуален, потому что действительно церковь, богатая организация, всё заплатила деньги, и спонсоры какие-то православные заплатили деньги, и все поехали. А вот тут ремарочек вы сказали, ну, церковь, богатая организация, вы так уверенно об этом говорите. А вы интересовались, откуда у них деньги в этой богатой организации? Вот верующие, верующие, очень много дают денег верующие, конечно, деньги. Вопрос в том, что можно ли на эти деньги покупать красивую одежду, пусть даже и православную, пусть даже, так сказать, присущую как раз священникам, я вообще бы скромнее был бы в быту. И вот эта вот некая золотая роскошь, которая демонстрируется всегда на каких-то серьезных религиозных праздниках, мне другие конфессии в этом плане гораздо более приятны, потому что они скромнее в быту. А у них нет этой вычурной мишуры, золота, все это безумие какого-то этого. Может быть, тоже отказаться. Православие должно же двигаться куда-то вперед, вверх. Ну, здесь вы говорите исключительно про патриарха? Я говорю вообще о церкви. Ну, вот это вот обилие золота, вот это вот бесконечное... Вот у нас ассоциативно церковь всегда в золотых тонах. Драгоценные камни, золотые иконы. В чем смысл богатого, дорогого оклада на иконе с точки зрения верующего? Что это? Как бы вкладывание денег во что-то? Нет, неправда. Это попытка показать, что мне не жалко никаких денег для чего? Для того, чтобы образ святой матери или Господа Бога или сына его в наших сердцах и душах запечатлелся? Я думаю, что это тоже аргумент слабый. Вот я не понимаю, почему до сих пор православная церковь так держится за эти вот золотые всякие украшения, за все это. И вот даже вот отделка церкви обязательно, ведь золото присутствует в большей степени гораздо, чем в любых других. А с другой стороны, вот эта встреча патриарха и папы, это же действительно такая историческая встреча? Встреча на вокзале. Ну, почему встреча на вокзале? Ну, как, это аэропорт? А, в этом смысле. Да, это вокзал. Ну, вообще, что вот они даже встретились, ну, не важно же, это же такая историческая, что не важно совершенно православный человек, ты вообще верующий или нет? Мне кажется, что и для неверующих людей это тоже историческая встреча. Если бы, например, встретились, ну, как вам сказать, самый главный у буддистов и, предположим, самый главный у евреев, у израильтян или, так сказать, у евдеев. Да, это было бы для вас так вот очень важно или нет? Нет. Не могу сказать. Наверное, нет. Две крупные, потому что... Значит, существует огромное количество людей в стране, для которых эта встреча ноль, ничего не значащая. Это и мусульмане, это и буддисты, это и неверующие вообще. Поэтому говорить о том, что это какое-то серьезнейшее масштабное политическое, так сказать, взаимоотношение или контакт, я бы не стал. А вы не замечаете, в последнее время церковь, русская православная церковь, вот в России, как-то снизила свое влияние на общественную жизнь или наоборот повысила? Два тренда. Первый тренд, что она стала предметом, если не изучение, то внимания со стороны средств массовой информации. Никогда, в царское время, никогда вот подобного потока информации относительно, так сказать, иерархов церкви, самой церкви, всего, что происходит внутри и снаружи, не было. Церковь сейчас очень серьезный, политический, будем говорить так, ну, если не аргумент, то, по крайней мере, один из кровоугольных камней нашей внутренней политики. Православная церковь сегодня. И вот это, наверное, меня немножечко так как-то настораживает. Потому что подобная вовлеченность и упоминание столь частой в средствах массовой информации говорит о наличии некого политического, опять-таки, аспекта, который прямо или косвенно существует и свидетельствует о том, что политика не чужда церкви. А если она не чужда церкви, значит, на какой, на чьей стороне эта самая общественная организация? Ну, как-то, мне кажется, никогда эта общественная организация не была на стороне, скажем так, оппозиции власти. Мне тоже так кажется, да. Я не думаю, что вот Касьянов или там кто-то еще, или даже, кстати, Явлинский встречались бы с патриархом. Чаще президент Российской Федерации, чаще люди из Единой России, а это говорится о неком наличии, что есть хорошие православные, есть не очень хорошие, даже, может быть, и не православные, что самое интересное. И вот эта вот принадлежность людей к православной церкви во многом, я сегодня в Думе был, смотрел, там было открытие выставки, посвященные там отношениям, по-моему, то ли России и Болгарии, то ли каким-то событиям в Болгарии с нашим участием. Очень много было людей, вот приверженных, подверженных, так сказать, вот православному такому стоянию, стоянию в политике, потому что в политике очень много православных вот этих политиков. Вы не обратили внимания? Очень много людей, стоящих твердо, совершенно практически на таких клирикально-политических позициях. Так может быть, это хорошо, все-таки 10 заповедей? Я не сказал, что это плохо. Я не сказал, что вы спросили, что вот церковь вовлечена или нет. Я считаю, что вовлечена. Так хорошо или плохо, что много в политике православных? Я думаю, что плохо. Я думаю, что плохо. Почему? Потому что все-таки конфессии, они не объединяют. Они разделяют. И приверженность той или иной конфессии говорит о твоем состоянии души, характера, мировоззрении, понимании жизни и природы. И понятно, что, принадлежа к одной конфессии, вы совершенно четко не соотносите себя с другой. А значит, это и есть разделение. А церковь – это объединяющий процесс должен быть, вернее, то, что происходит в церкви. Мы сейчас продолжим разговор буквально через несколько минут. Политик-журналист Владимир Семага в эфире «Ах, Москва». Продолжается программа «Особое мнение» в студии Ирины Воробьевы, Владимир Семага. Тут есть такая интересная история, которая в результате будет наверняка шире. Это история с украинским актером Владимиром Зеленским, который сыграл в фильме, и он не приедет на премьеру. Дело в том, что один из депутатов Госдумы просил генпрокуратуру и следствие разобраться с этой картиной за участие, собственно, Зеленского. Потому что актер поддерживает украинских военнослужащих, операцию АТО, которая проходит в Донбассе. И с их точки зрения он мерзавец. Ну, и с их точки зрения нельзя поддерживать, потому что деньги от проката этой кинокартины, по его словам, могут пойти как раз на это. Насколько вам кажется справедливым претензий депутата? Никак не справедливый. Почему? А, собственно, во что он вмешивается? Вмешивается в то, что украинское правительство пытается навести порядок или как-то принуждение к миру или что-то еще в своих же собственных регионах. И если у Зеленского, как у человека патриотически настроенного, есть какое-то желание помочь своему родному правительству и своим вооруженным силам, я не вижу здесь ничего такого. Вот представьте себе, что вы вдруг начинаете меня сейчас рассказывать в передаче, что вы категорически против того, чтобы наши русские летчики в Сирии и все прочее. Но вас обменят в отсутствие патриотизма, у вас нет выхода, и тогда вы вынуждены будете уйти с работы и многое-многое другое, потому что нам не патриоты, нам не нужны. Точно так же и он. Он сегодня понимает по-своему патриотическое настроение в Украине или на Украине. Он сделал фильм. Можно этот фильм смотреть в Москве, можно смотреть фильм по интернету. Причем тут депутат? Он что, хочет перековать Зеленского и обратить его в какую-то другую веру? Или что он хочет? В связи с чем эта претензия? А вот интересно, ведь многие фильмы идут в российском прокате, в том числе американские фильмы. Мы же не знаем, на что актеры тратят деньги после того, как им в результате этого проката деньги поступают. Получается, надо проверить всех, может быть, и российские актеры на что-то такое тратят деньги. Потихоньку сбрасываются на что-то не такое, да? Ну, многие, например, Алексей Панин, я знаю, что он на водку тратит очень много денег. Может быть, это тоже нехорошо, кстати. Депутат должен был позаботиться и сказать. Вы знаете, Алексей, вы хороший актер, вы снимались у Владимира Симага там в фильме. И хорошо бы было, чтобы вы помнили о себе. Перестаньте употреблять и прочее, прочее. Может быть, так тогда вмешиваться. А, например, какой-то из актеров тратит деньги на свою любимую девушку, а она, предположим, с точки зрения этого депутата, выглядит не самым лучшим образом. Там про него, может, по телевизору или где-нибудь еще говорили нехорошие слова. И он ему говорит, знаете что, товарищ актер, а вы не надо тратить на эту девушку. Ну, куда вы суетесь? У вас есть очень точные позиции. Вам нужно сегодня переизбраться, как минимум. Значит, думайте больше о народе. А вот это вот сотрясание воздуха по поводу кого-то из актеров или режиссеров, я думаю, что это просто... Моя позиция именно такая. Мне не нравится, что это сделают депутаты. Тем более, не надо в это вмешиваться. А вам интересно, на что тратят депутаты? Ну, я не знаю. Я вот сегодня опять был в Думе. Я вам честно могу сказать, что Брионе – это не самый непопулярный вид мужского костюма. Ну, хорошо одеваются. Причем, не обязательно, что депутаты. Я видел там, так сказать, какой-то обслуживающий персонал, там какие-то помощники. Ну, нормально все выглядят. Я вот нищий просто по сравнению с ними. И как себя даже ущербно чувствовал Думы. Надо же как... Хорошо все такое. Знаете, миланская фэшн такая неделя, ну, строгие пиджаки, в талию все утянутые, брюки, все отглаженные, красивые, хорошие ботинки. Там прекрасно все выглядят. И старые гвардии эти, знаете, вот мы в УАЗ, там они ходят какие-то такие за трапезные же. Но они погоды-то и не делают. Так, может быть, это и правильно, чтобы, так сказать, люди, которые представляют Россию, Россией, должны выглядеть хорошо? Почему правильно? Абсолютно я с вами здесь согласен. Потому что у нас пойти на выборы может только богатый человек. Как минимум 60 миллионов рублей. Если у вас есть, вы идете по одномандатному округу и проходите, например, и посчитали по этой технологии. Даже есть специальные люди, говорят, дай нам денег, и ты депутат Государственной Думы. Причем без обмана мы все сделаем. Мы проведем мероприятие, мы наклеим на столбы, мы дадим объявления. В интернете ты будешь каждый день, мы будем следить за тем, чтобы плохие отзывы от тебя из интернета уверались. Если мы дадим тебе несколько специальных встреч, которые будут освещены по телевизору, все будет. 60 миллионов есть. А у кого нет, вот так и получается, что они в Думы-то не попадут. Ну, это такой капиталистический мир, что поделать? Почему вы считаете, что справедливые выборы – это принадлежность только к какому-то некапиталистическому миру? И в капиталистическом мире тоже есть выборы нормальные и за деньги, но они по-другому строятся. Не строятся немножко по-другому. А у нас через ЦИК есть некий аппарат воздействия, который, во-первых, говорит российским гражданам, что не надо вот этого человека брать. А если вы не понимаете, мы сами его уберем. Тогда, как в других странах, ЦИК лишь фиксирует морально-политическое состояние кандидата и говорит, «Ребята, вот за ним это, это, это чисто. А выбираете вы». Второе. Вот этот идиотский вариант с этим сбором подписей – 500 тысяч, миллион, 200 тысяч. Это глупость очевидная совершенно. Потому что практика показывает, что были собраны подписи за некоторых партий кандидатов, а в реалиях они собрали меньше голосов, чем нежели было собрано подписи. И потом вообще опять-таки, ну что, есть у тебя 20 человек, которые на тебя нормально ориентированы, говорят, да, вы знаете, нам кажется, что он достойный человек. А дальше уже агитация. Дальше уже. Почему обязательно, если у тебя есть 5 тысяч подписей, тебя можно, а 4 800 – тебя нельзя? Ну, это должна быть очень формальная позиция. 30 человек считают, что у тебя возможно. Почему? Потому что они тебя хорошо знают. Ты не судим, ты не бьешь людей по подъездам ночью, не снимаешь шапки. Живешь нормальной человеческой жизнью. А дальше это уже предвыборная кампания. У нас же все построено так, чтобы ЦИК и все остальные могли выкинуть тебя из выборов. Могли не дать тебе. А вся технологическая и политическая цепочка, включая, естественно, масса информации, телевидение, там многое-многое другое, паритехнологов, они говорят, деньги давай, мы работаем. Нет денег. То есть, ты честный человек и хочешь помочь стране. Это ничего не значит. Важно, чтобы у тебя были деньги. Отсюда и возникает качественный, так сказать, минусовой скачок в нашей Думе. Когда ходят эти в брионе с бесцветными лицами, которого никто не вспомнит. И он в подъезде пройдет, и у нас в следующий день никто не вспомнит. Но они и есть. Если говорить про выборы, то тут оппозиция в очередной раз пытается объединиться. Яблоко, Парнас, Дима Калица, все, вот, Дима Выбор, простите, по-моему, да, если не ошибаюсь, пытаются пойти все вместе. У них, как считаете, в этот раз-то должно получиться? Даже если они пойдут все вместе, то они не преодолевают вот тот необходимый, так сказать, барьер в процентах, по-моему, 5%, да, если не ошибаюсь. Потому что Яблоко от такого альянса теряет, а Парнас ничего не приобретает. Ну, где синергия, в чем? Вот, например, справедливая Россия и коммунисты, это могло бы быть, почему? Социалистические, социнтерновская партия, коммунисты, близкие по идеологии, какие-то определенные возвраты в социалистическое прошлое, какие-то общие позиции, все многое-многое другое. Здесь есть на чем объединяться. На чем объединяться будет Парнас, партия во многом, так сказать, непопулярная и из-за своих лидеров, и из-за того, что они приверживаются либеральной идее. Яблоко, хронический неудачник, который в течение длительного времени ничего не может сделать, по непонятным для них причинам. И вот это вот объединение двух... Знаете, вот на скачках много лет назад был такой термин, когда спрашивали про кого-то, вот, скажем, вот это ловкость. Вот как ты считаешь, ловкость это вот там... А профессионал говорил, нигде. Это означало, что ловкость можно вообще не рассматривать никак. Вот эти две партии, это абсолютно нигде. И объединение не дает ничего ровным счетом. Если вы мне хотя бы намек сделаете, что, ну как, плюс должен быть, да, вот пять тысяч человек там, пять тысяч человек там, они объединяются, начинается агитационная работа и все прочее, прочее, прочее. Они своим объединением оттолкнут еще из своих собственных, так сказать, сторонников достаточно большое количество людей. Ну как, один оппозиционный список, не распыляя силы, люди, которые именно за оппозицию. Да, и каждый из людей, который будет смотреть список, скажет, слушай, ну вот я за Яблоко все время говорил, ну что они с Парнасом-то, ну это неправильно. С другой стороны, давайте вспомним 2005 год, когда Яблоко и СПС, две партии, которые вообще не могли объединяться, пошли единым списком и прошли в Мосгордуму. Это такой был пример. Немного иное время был, немного политический фон был другой. Вот это сейчас волна патриотизма и антипатриотизма, так сказать, волна либералы и патриоты. Вот эти сопротивления и становления двух очень ярко очерченных лагерей, оно вряд ли даст успех для вот этой вот либеральной. В Москве? Может быть. Ну вот я не воспламенился, я ведь как обыватель говорю, потому что я не пойду ни с одной из партий, если я пойду на эти выборы, я буду действительно тупо собирать эти подписи, ходить, так сказать, и спрашивать людей в подъездах, не хотят ли они там поставить. А вы пока не определились, пойдете, не пойдете? Я не хочу выглядеть скверно в глазах своей семьи, потому что если у семьи глава семьи идиот, то это, конечно, нехорошо, поэтому я должен как-то обосновать для себя. Идиот в том смысле, что пошел на выборы. И мне будут говорить, если я не найду аргументов, которые позволят мне туда, значит, конечно, не пойду. Сейчас мы попросим наших слушателей найти аргументы, чтобы Владимир Семага пошел на выборы или не пошел на выборы. Вы можете их присылать, пока мы прервемся на несколько минут в программе «Особое мнение». В программе «Особое мнение» я напомню, что сегодня в нашей студии политик-журналист Владимир Семага. Пока наши слушатели, да, значит, собирают доводы для того, чтобы Владимир Владимирович пошел на выборы. Я напомню, что можно прислать на номер плюс семь, девять, восемь, пять, девятьсот семьдесят, сорок пять, сорок пять или аккаунт вызван, если вы пишете из Твиттера. Ближе к концу эфира некоторые зачитаем, может быть, нам удастся убедить Владимира Владимировича пойти на выборы. Пока все это происходит, хотелось бы спросить про вчерашний представленный в Москве доклад Илье Яшиным по поводу Рамзана Кадырова и ситуации в Чехне. Вы читали его? Нет, но там не было ничего такого, чтобы я не знал. Особенно там ничего такого нет. То есть, вы не читали, но осуждаете? Нет, я не осуждаю. Почему же? Я же вообще не осуждаю. Я сказал, там нет ничего такого. Вы не читали, но знаете, что там ничего такого нет. Потому что некая, так сказать, аннотация к нему, некие предтечи, наверное, были. Ну что, ну, отрезал головы там, да, вот этим русским солдатам. Ну, там такого вообще нет, но не важно. У него в докладе, по-моему, есть участие в Первой войне. Конечно, да. Значит, дотационный регион очень много денег влил центр по отношению, так сказать, к Чечне и Кадыру. Ну, так вы к центру тогда доклад... Скажите, президент Российской Федерации, доклад по Чечне вам. Что еще там? Вот что-то такое, чтобы я мог для себя вдруг не ожидать сказать, слушай, надо почитать, потому что действительно что-то необычное такое. Я вот из тех сообщений, которые были, ничего не обнаружил. Это же не расследование, это именно доклад. Там действительно более 200 открытых источников. Да, все абсолютно открыто, и там ничего нет. Ну, вот он нужен был или не нужен? Я думаю, что нет. Потому что я высказывал на одной из передач, как раз на «Эхо Москвы», что перспектива Кадыру как политика, она нулевая. Нулевая? Ну, конечно, потому что он может быть только в Чечне применен, больше нигде. Уйди он из Чечни, значит, там начнется безобразие наверняка. Поэтому его ни замминистра нельзя сделать, ни по спредам, ни министрам, его никем нельзя. Его даже в Совет Федерации, ну, никуда его нельзя, ни судьей его нельзя. Его можно только в Чечне держать. Держать в Чечне, потому что он, в свою очередь, олицетворяет и поддерживает тот самый порядок, который нравится Кремлю в Чечне. И из-за этого он, ну, так, дурака валяет, немножко позволяет себе высказывать что-то большее, чем нежели все остальные чиновники. Потому что он чиновник, это действительно вот аргументы против него, что, ну, а почему ты себя так вот вольно ведешь? Ты же не декларируешь принципы государственные, так сказать, и президент обычно всегда это делает, как нужно всем нам. А получается, что Рамзан Кабруф из своей квартирки маленькой, значит, всем остальным в этом доме большом, который называется Российской Федерацией, рассказывает, как и что нужно понимать, делать и действовать. У меня это вызывает некое, так сказать, неприятие. Я считаю, что он просто немножко... Я бы сказал ему, что не надо считать себя фигурой равной Черчиллю. Но не очень он. Вот он нормальный парень, веселый, там, так сказать, смешной, забавный. С девчонками дружат этими, вот, которые приезжали к нему там со всякого рода передачами. Он хорошо к ним относится, все. Компанейский спорт любит, все. Хотел купить вот парня этого, значит, говорит, давай мы его... Давай мы купим. Ну, купим и Тарасово, да, купим и все. Ну, зачем покупать человека только лишь потому, что он носит майку с изображением президента. Я считаю, что это не самый главный аргумент для того, чтобы купить. Хорошо играть надо, наверное, вот это самое главное, футболика. Поэтому, вот, когда говорят, вот, доклад, да, ну, вот, да, доклад, и что? И что? Ну, вот я и спрашиваю, и что? Мне ничего. Мне ничего абсолютно. Я считаю, что это, как бы, немножко запоздалая уже вещь, запоздалая позиция. Ну, это, в период становления президента Чечни, как президента, как фигуры политической регионального значения, это бы еще имело смысл. Или какие-то выборы бы были. Говорят, не выбирайте его. Почему? Потому что вот, вот, вот. Скоро будут выборы же, у него же срок полномочий заканчивается, и там будут выборы. Ну, я боюсь предугадать, но мне кажется, что процентов 90 он наберет чуть-чуть. Ой, что же вы так мало называете? Ну, я из уважения к нему, у нас же демократическая, там, так сказать, обстановка, там нет такого значения. Неважно, демократическая или нет, просто поддерживают. Может быть, и 100, да, может быть, и 100. Я беру некий процент невменяемых, а люди, которые по каким-то причинам будут отсутствовать в этот момент, мало ли что, инвалид, не мог добежать до урны, и вот он как раз в эти, там, минус 10 процентов попадет. Что касается реакции кремля на Рамзана Кадырова и на позицию кремля в отношении Рамзана Кадырова, вчера было еще заявление самого Кадырова, который сказал, что больше не хочу быть руководителем республики, да, и все такое прочее. Кремль сегодня сказал, что, ребят, мы пока не обсуждали эти, мы вам не скажем. Потому что это не время еще, да. Да, понятно, что сначала решение, потом уже скажем. Ну, понятно. Тем не менее, вот, существует ли вероятность того, что все-таки время Рамзана Кадырова в Чечне как-то подходит к концу? Ну, я думаю, что не в этом избирательном цикле. До 2018 года точно нет. До 2018 года, потому что выборы президентские. Президентские, ну, а я думские-то и не рассматриваю. Они его никаким боком не коснутся. В исход, так сказать, выборов, значит, виден для Чеченской республики. Какая партия победит там, тоже вполне понятно. Одномандатники, которые там пройдут, я их даже по фамилии могу уже назвать, и других не будет. И Рамзан их очень хорошо знает. Они говорят, что все проверенные люди, все изумительные бойцы, настоящие парни. Поэтому я не считаю, что, так сказать, для него каким-то образом до 2018 года что-то может вообще меняться. Скажите, а мне показалось, или вы, когда упоминали футболиста Тарасова, как-то с некоторой неприязнью ее сказали по поводу его майки с президентом и так далее? Вам не понравилась акция Тарасова? Мне, во-первых, это не акция, это глупость. Потому что, если вы знаете, что правила УФА категорически запрещают какие-либо рисунки, изображения предметов, надписи на надельных майках, которые надеваются снизу, под форму, ну, я не знаю, плохо себя чувствовал в этот момент. Я думаю, что нет. Поэтому вот эта акция сама по себе, что я вопреки всему, значит, вот, тем не менее, в Турции, у нас в Турции плохие отношения, а я вам раз и выпятил президента. Мне кажется, это глупо. Глупо именно? Мне кажется, это глупо, да. Хорошо. Не про футболистов, про певцов и исполнителей. Украинская певица, которая на Евровидение идет, хочет песни «1944» про крымско-татарскую трагедию. Вот вам кажется, это тоже плохо и глупо? Нет. Она вправе делать абсолютно все, что она хочет, как и футболист. Сделать глупость – это твое право. Но в данном случае здесь о глупости речь не идет. Здесь речь идет о том, что она написала искреннюю песню. Песня, которая действительно имеет под собой очень серьезную историческую и политическую подоплеку, и трагедийную подоплеку. Вопрос в том, что опять-таки регламент Евровидения. Там они вот траля-ля три рубля, песни и пляски, так сказать, и ничего серьезного. А тут какая-то политическая манифестация, которая, возможно, будет акцентирована, воспринята, как некий конфликт России с Украиной и действия России на внешнеполитической арене. Могут просто сказать, слушай, не надо, у нас такая аудитория в России. Ну, зачем? Ну, ни к чему это. Ну, поменяйте песню. Вы хорошая девушка, ну, поменяйте песню. Может, нам предложат что-нибудь другое. Вот только с этих позиций. А вы восприняли эту песню, как укол России? Я не слышал. Ну, там нет ни одного слова про Россию, да? Там есть вот, да, про эти, да. Там есть текст про именно трагедию крымско-татарского народа и вообще это воспоминание о бабушке этой самой певицы. Но почему-то вот в России сразу все как-то так всколыхнулись, сказали, как же так. Мы сегодня возвращаемся к образу, нетленному образу Ирси Сеоновича Сталина, который, собственно, был, наверное, организатором и вдохновителем. Ну, прямым был Берия, а, так сказать, при прямом приказе Иосифа Сеоновича это было сделано. Мы сегодня его чтим и почитаем. Значит, если то, что дорого сегодня России, а ты, певица, это осуждаешь, значит, это против России. Логика такая, цепочка очень простая. А, то есть, это не связано с нынешними событиями, с отношениями с Украиной? В том числе это связано, потому что зачем ты вытаскиваешь это именно в этот момент? У нас есть проблема, связанная с тем, что Поклонская или Полонская, я забываю. Полонская. Она, значит, запретила вот этот самый меджилист и сказала, что он террористическая организация. Генерал-покуратура согласилась с этим, сказала, да, действительно, это так. И вдруг какие-то песни от лица этих людей, кто эти люди их запретили? Мы запретили нацию, мы сегодня признали фактически орган, который был избран или создан какой-то определенной национальностью. Мы сказали, а вы ошиблись, нация. Не надо вам было этот меджилист создавать. Он контрреволюционный, он не годится, он совершенно, так сказать, не вписывается в политическую канву сегодняшнего дня, взаимоотношений России-Украина и присоединенные Крым и России. Зачем нам это? Вот я считаю, что это, так сказать, только из этих соображений. Возвращаемся в Москву. Значит, соцопрос провел в ЦИОМ и сказал, что массовый снос торговых павильонов в Москве поддерживают 63% жителей города, более 70% считают, что все эти постройки были незаконны и так далее, и так далее. Верите ли вы этим цифрам и в каком числе вы? Вы поддерживали снос этих павильонов или нет? Я вообще в этом никак не участвовал. Я не ходил туда ни смотреть, я не включал передачи, которые на протяжении нескольких дней, особенно вчера, это вообще фантастически было. Снос пирамиды. Этому было посвящено огромное количество времени. Наши с вами коллеги, так сказать, там за эскаватором с горящими глазами. Потому что пирамиды знают просто все. Все, да. И сказать, что она украшала Тверскую, я бы не сказал. А вы после нее видели, как выглядит? Ну, я сейчас проезжал сегодня мимо, да, но я не посмотрел, что там открылось. Ну, посмотрите, да. Ну, я могу сказать, что на чистых прудах я проезжал. Чудовищное зрелище. Вот чудовищное. Когда они сносили вот этот весь Шанхай, снесли его, все. Я могу понять опять, как человек, который всегда пытается концептуально рассуждать и действовать. У вас есть желание снести. Вы разрабатываете технико-экономическое, так сказать, обоснование, план. И говорите, на этом месте будет это, это и это. Огораживаете забором и начинаете обыкновенный процесс строительства, который начинается с чего? Снос ветхих строений или снос ненужных строений. Тогда это не политическое событие. Тогда дальше следующее. Вы вырываете котлован. Если не вырываете котлован, вы тогда делаете очень красивую отмостку. И потом показываете восхищенным москвичам елочки, вот эти вот самые плитки. Здесь урны, здесь скамеечки, здесь памятник кому-нибудь, чего-нибудь. И все нормально. Вы снесли, совершили, так сказать, некий акт неприятия чужой ценности. И потом сделали из этого пустырь. Грязный, безобразный, чудовищный, ничего не открывающий пустырь. Они глупее еще сделали. Там на чистых прудах осталось две будочки платного туалета. И какая-то коробочка, в которой трамвайные водители отмечают свой маршрут. Они стоят вот так вот сиротливо сбоку и ничего больше. И вот этот вот стык между плиткой и полуразвалившимся асфальтом, который уже сегодня полуразвалившийся, я считаю, что это идиотизм. То есть, неважно сносили или не сносили, важно как? Конечно, ведь важно же, во-первых, для чего? Для чего? Потому что если вы просто по мнению сносите, зачем вы снесли? Ну, по мнению, вот они вот незаконные, а они что, Миша, а они там вот могли обрушить метро. Да у нас геоподоснова в Москве такая, что вообще нигде ничего строить нельзя. Но тем не менее, люди перекладывают какие-то коммуникации, получают какие-то разрешения. Если здесь были не получены разрешения, накажите, действительно, это хорошая, расхожая вещь. Расстреляйте там кого-нибудь, кто неправильно это сделал. У нас минута до конца эфира, и я уже обещала, что, прочитая, что наши слушатели думают по поводу вашего движения, ну что? Могу себе представить. Нет, нет, почему? Здесь вот и Алексей говорит, что надо идти в депутаты, и Сергей из Самары говорит, что он бы проголосовал даже на выборах президента. Спасибо. Один наш слушатель, Виталий, вообще предлагает уже кричалку даже придумал, такой лозунг. Не знаю, понравится вам или нет. Хочешь жить как в Чикаго, голосуйте за Симага. На президентские выборы есть хороший лозунг. Если бы я пошел в 2018 году, лозунг был такой. Нам нужен другой Владимир Владимирович. Только я хотела сказать, что вот у нас как раз-таки в эфире сегодня был Владимир Владимирович Симага. Своим особо мнением спасибо. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok